Вместо качелей – контейнер. Жители 12 микрорайона Майкудука в одном из дворов на месте детской площадки обнаружили грузовой контейнер, который умелые коммерсанты приспособили для хранения овощей. По словам жителей, официального разрешения на такую установку никому не давали. Да вот только убрать контейнер оказалось непростой задачей. Ирина Вобещевич продолжит тему. Ты лучше указывай, дорогу сделай. Кому? Сколько хочется, то и живет. А живешь на здоровье – живи. Слушай, ты купил вот это вот безобразие. Вот такие словесные баталии в 12 микрорайоне Майкудука происходят регулярно. Жители пятого дома ополчились против торговцев, облюбовавших район остановки Горняк. Одна из женщин, занимающаяся предсказаниями, владеет на непонятных основаниях установленным контейнером на детской площадке пятого дома. За плату она позволяет всем желающим торговцам хранить в нем товар. Овощи хранят, потому что они ночью хранят, то не продают. Когда привозят, 3-4 ящика принесет. Хранят они. В Алма-Ате живут. А здесь вы что делаете? А здесь вот торгую, делаю, свой бизнес делаю. Жить надо. Я хозяйка контейнера, а место чужое. Хозяин – это китайцы. Женщина утверждает, что имеются разрешительные документы на установку контейнера, но показать их не может. Покажи документы, если есть. Покажи. Тебе зачем показывать? Как зачем показывать? Кому нужно, тому показывать. Да? Вы никто здесь. Помимо контейнера, тут стоит мастерская по ремонту обуви и часов. Земля под ними оформлена на того же гражданина, который завладел и землей под контейнером с овощами. Когда-то в свое время чиновники землю вот так продавали налево-направо, он умудрился купить ее. Как-то умудрился купить и сделать документы. Участковому сколько раз говорили, жаловались Жамбулату. Никакой реакции. Уберем, уберем. И все так до сих пор убирается. Мы ходили в наш октябрьский акимат. Они сказали, у нас на это полномочий нет. Обращайтесь в отдел земельных вот этих. Да, вот туда нас отправили. Контейнер, как и два других объекта, говорят жители, приносят массу неудобств. Во-первых, тем, что стоят на детской площадке. Во-вторых, они служат хорошим пристанищем для сомнительных компаний и для всех, кто решил оправить нужду. Детская площадка превратилась в туалет. Хотя стоит камера. Вот она стоит камера. Если ты окурок бросишь, сколько мы замечаем, милиция сразу прибежит. Но если у детей стоят гадят, она не подходит. Это своими глазами видел. Вонь здесь идет. Вот сами должны чувствовать. Здесь сразу и помойка, и туалет. Вот она вонь вся, вся зараза здесь. За комментарием мы обратились в отдел земельных отношений города. Обращение от жителей туда поступало, и по распоряжению Акима города создана рабочая группа. Был осуществлен выезд на территорию пятого дома, в ходе которого рабочей группой был установлен факт самовольного занятия земельного участка физическим лицом. Данный факт был зафиксирован и направлен в управление по контролю за использованием охраны земель для принятия мер административного характера. После принятия мер административного характера Акиматом города Караганде будет инициирован процесс по освобождению земельного участка в соответствии с действующим законодательством. То есть контейнер действительно был установлен незаконно на государственной земле. Сейчас тому, кто это сделал, выставят штраф в размере 75 МРП и требование освободить территорию.